Задание в этой позиции. Выберите из двух ходов D4 или DE, как было сыграно в партии. Значит, я сразу дам ответ, что в партии был сделан ход D4, не открывая позицию. А второй ход DE мы будем смотреть внимательно. Значит, ход DE приводил к скрытию игры. Каспаров бы сыграл FE, и есть такая угроза пойти конём на D5 в центр с нападением на ферзя. Здесь у нас такой вопрос. Что бы случилось в случае... Водья берёт на D1 шаг. Водья берёт на D1. И конь берёт на Е4. Как в этом случае должны были отвечать белые? Водья D7 шаг. Под защитой слона H3. Поэтому ферзём брать водью, в общем-то, нельзя. Тема этого тактического удара. Завлечение и перекрытие. Конь завлекается на поле D7 и перекрывает действие ферзя чёрных по горизонтали. По седьмой линии. Может поэтому последовать ферзь C7 шаг. Слон B7. Ферзь берёт на B7 мат. Вот такое могло быть завлечение. В этой же позиции у нас ещё один вопрос. Точнее сказать, в этой позиции, как белые будут играть в случае... Конь берёт на Е4. Что случится? Конь берёт на Е4. Белые берут. Теперь шаг. Отвлечение как белодьи. Теперь у нас ещё один вопрос. Что случится здесь в случае, если чёрные побьют, ферзь берёт на Е4? Ну, будет что-то похожее на предыдущий вариант. Но разница в том, что ферзь защищает слона B7. И мата нет. Задание. Выберите из ходов. Ладья D6. Ладья D6. Или слон D7. Какой из этих ходов правильный? Оба хода очень сильные. Посмотрим ход Ладья D6. Ответ на вопрос, какой из этих ходов правильный. Оба хода очень сильные. Посмотрим ход Ладья D6. Конь атакован. Ферзь Е1 шаг. Король А2. Ферзь берёт коня белых и защищает коня B6. Вопрос. Как белые играют в этом случае дальше? Что они могут предпринять? Идея белых. Связка. Слон G2. Связка. У чёрных есть ответ. Владья B8. Защищающий слона. Здесь снова вопрос, как белые продолжают дальше? И мотив комбинации отвлечения. Кого белые будут отвлекать? Белые играют в Ладья D8. И они отвлекают Ладью от защиты слона B7. Нападают двумя фигурами на Ладью. Ладья не может от этой уйти, потому что будет мат на B7. А в случае, например, хода конь C8, белые берут ферзя. И выигрывают. Ну и, конечно, если бы чёрные взяли на D8, то последовал бы мат на B7. Сейчас возвращаемся назад. Мы посмотрели ход Ладья D6. А вопрос был ещё. Второй ход. Это слон D7. Слон D7 означает угрозу. Слон C6 с нападением на ферзя и угрозой мата на B7. Используя связку. Или конь C6 шаг. Вопрос. Как играть? После конь берёт на D7. Грозит мат на B7. Ладья B8. Теперь конь C6. Слон связан, а ферзём брать коня плохо, потому что просто ферзь берёт тогда белый на C6. И из-за связки слона нельзя бить в ответ. Т.е. В случае ферзь C6 следует... Ферзь берёт на C6. Связка. И у белых тогда ферзь за ладью. Поэтому надо играть король А8. Но тогда следует такой мат в один ход. Ферзь берёт на B8. Также очень сильный. И вопрос ещё. Как играть белым в случае хода ферзь F3 с нападением на ладью? Здесь мотив комбинации связка. Ферзь напал на ладью. Но белые жертвуют ладью. Играют слон C6. Используют связку слона. B7. Ферзь D1. Шах. Король А2. Ладья B8. Вопрос. Как белые играют дальше? Чёрные защитили пока слона на B7. Но белые его берут на B7 слоном. И угрожает отскок слона. Брать слона нельзя ладьёй, конечно. Чёрные отвечают. Ферзь D7. Напали на белого ферзя. Так что отскок слона им не страшен. Они побьют ферзя. Ферзь D7. Ферзь D7. Ферзь D7. Ферзь D7. На C6. Шах от ферзя. Ладья B7. Ферзь берёт на B7 мат. Звучит. Ферзь. 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 Ферзь.